Чигирский чай. Это характерное растение для Сибири, однако в средней полосе оно достаточно часто культивируется. Его можно встретить на огородах, садах и даже на газонах больших городов. В качестве лекарственного сырья предпочтительнее употреблять листья. Лист собирают весной, после схода снега. Тот лист, который стал темно-коричневого цвета. Можно использовать и корневище бадана, но при этом растение гибнет. Листы корневища бадана богаты дубинными веществами. Кроме того, в нем есть сахар, органические кислоты, витамины, а также микроэлементы. Но больше всего бадан концентрирует калий, цинк и селен. Основное применение это как раз заболевания желудочно-кишечного тракта. Бадан применяется при поносах. Но кроме обычных поносов, которые бывают, скажем, летом, при изменении питания, при жаре, обычных банальных диспепсиях, бадан, конечно, применяется и при инфекционных поносах, таких как дизентерия, сальмонеллезы и любые другие кишечные инфекции. Бадан применяется при воспалительных и эрозивных заболеваниях как на слизистых оболочках, так и на коже. Когда это имеет место быть? Например, при герпесе. Крепким отваром бадана смазывают пораженные герпесом участки кожи. Это используют при язвенной болезни, желудка и двенадцатиперстной кишки. Эти же свойства бадана используют при эрозиях шейки банки. При эрозиях шейки матки применением спринцеваний с концентрированными отварами или настоями бадана излечивает эрозию практически за две недели применения. Кроме лечения эрозии шейки матки, бадан применяется в гинекологической практике еще при фибромиомах и при кровотечениях из фибромиомных узлов. Бадан обладает способностью уменьшать фибромиомные узлы. И поэтому он хорош при приеме внутрь и наружно в виде спринцевания при фиброматозе матки. Способность восстанавливать, уплотнять, утолщать ткани в том месте, где нанесен бадан, используется еще и при некоторых системных заболеваниях кожи, таких как склеродермия. Наружно бадан применяется при аллергических проявлениях на коже. Это диатезы, экземы, лишаи. Бадан обладает способностью убивать грибы, поэтому применяется при микозных поражениях. Микозных поражениях кожи, например, эпидермофития. Микозных поражений слизистых оболочек рта, которые бывают у детей, например, при молочнице. При молочнице отваром бадана смазывают оболочку рта у детей. Отвар бадана хорош при микозах кишечника. Это бывает при длительном применении антибиотиков. Бадан обладает бактерицидными свойствами. И используется там, где есть бактериальные инфекции. Например, при дисбактериозе. Листья заваривают как чай. Корни лучше заваривать в термосе. Или готовить отвар в той же пропорции. Бадан используется при инфекционных заболеваниях легочной системы. Там, где в основе процесса как раз лежат бактерии. Бадан применяется при заболеваниях сердца. Он способен немного учащать сердечный ритм. И хорош при так называемой брадикардии. Когда частота пульса замедленна по сравнению с нормой. Кроме того, бадан способен нормализовать в нервной системе процессы возбуждения и торможения. Поэтому сибирские охотники часто после длительных переходов, походов на привалах используют вместо чая лист бадана. Отсюда и его название. Чигирский чай. Спасибо. Спасибо.